Накануне вечера вместо российских каналов Крыму показали обращение президента Украины от 24 октября после саммита Крымской платформы. В нем Владимир Зеленский говорил о бегстве российского флота из Крыма и обращался в частности к людям на полуострове. Далее процитирую. «Все вы чувствуете, что российское присутствие на нашей земле не навсегда. Я это знаю. Украина вернет свою территорию и своих людей». Рефат, расскажите, какая реакция была у людей на это неожиданное обращение и появление Зеленского на экранах Крыма? Это был такой масштабный взлом телевизионных каналов, оккупационных телевизионных каналов, а других там нет в Крыму. Поэтому очень большое количество людей смогли увидеть это видео с выступлением президента Украины. И разумеется, что люди испытали смешанные чувства, начиная от шока, поскольку само появление на экранах телевизоров Крыма, где 24 часа в сутки и уже на протяжении более 10 лет такие однотипные пропагандистские передачи. И вдруг президент Украины, который еще к тому же говорит о том, что российское присутствие не навсегда. Но все это, конечно, от шока, удивления и до такого радостного состояния. Потому что все это в части тех сотен тысяч людей, которые ожидают освобождения Крыма, это все, в общем-то, накладывается на их ожидания. И поэтому такой момент в работе Крымских каналов, пусть и через вмешательство, он был очень уместен в эти дни. Да, стоит иногда напоминать все же нашим жителям и гражданским российским оккупантам в Крыму, чей это полуостров, и что скоро он действительно будет освобожден. Вы знаете, оно как бы немножко даже продолжилось вчерашним выступлением президента, очередное его обращение, где он говорил о том, что освобождение Крыма более, в общем-то, близко и более будет возможно, нежели освобождение Донбасса с точки зрения поведения людей, ожидания людей. Но президент при этом пояснял тем, что на территории Крыма не было таких разрушительных военных действий, что так много людей не вовлечено в противостояние. Ну, в любом случае, крымские люди ожидают, что вот те планы, которые озвучивались на лето, они долго не заставят себя ждать уже в 2024 году. Продолжение следует...